Парковочный радар Для этого нам потребуется шуруповерт, рулетка, строительный нож, немного изоленты и парковочный радар Park City Парктроник Park City отличается от всех остальных парктроников тем, что в его комплектации есть все необходимое для самостоятельной установки Итак, существует мнение, что установка парковочного радара это очень сложное занятие И оно может выполняться только на станциях технического обслуживания Мы вам докажем, что это не так Для того, чтобы установить парковочный радар, мы должны убрать все содержимое багажника Для начала установки нам нужно найти, где располагается в данном автомобиле фонарь заднего хода В этом автомобиле он располагается вот здесь Для чего мы искали питание фонаря заднего хода? Для того, чтобы запитать наш парктроник Самый простой способ включить парковочный радар Это запитать его на фонарь заднего хода Вы включаете заднюю передачу и у вас включается ваш парковочный радар Питание задней фары осуществляется непосредственно двумя проводами Это черным, это масса И цветным, в данном случае он желто-зеленый, это плюс Этот же провод, но в более удобном месте для подключения нашего парктроника, а именно блока Для монтажа блока парковочного радара нам необходима сухая ниша в багажнике автомобиля В данном случае мы будем использовать нишу под хранение домкрата и чего-то там еще Для подачи питания на блок управления парктроником нам необходим удлиняющий провод, одножильный Который мы будем подключать к нашему плюсу и ввести к месту уставления блока парктроника Если взять блок парктроника в руки и посмотреть, то с обратной стороны будет несколько разъемов Это разъемы для подключения датчиков ABCD, разъем для подключения дисплея и силовой разъем со словом Power Кроме этого, в комплекте парктроника идет красно-черный провод Как несложно догадаться, это провод для подключения питания на наш блок парктроника С одной стороны он с клеммой, с другой стороны незачищенные концы провода Итак, мы взяли наш удлиняющий провод питания плюса Подключили к плюсу нашей фары, заизолировали Для того, чтобы подключить удлиняющий провод к плюсу, его не нужно обрезать, как делают многие Вот так вот, не нужно этого делать Нужно взять вот этот провод плюсовой от фары и просто снять вот в небольшом части провода изоляцию Делается это элементарно, вот таким вот образом, чтобы оголить провода И наш удлиняющий провод просто прикрепить к проводу питания фары Потом просто это все заизолировать Что в итоге должно получиться? Удлиняющий провод, провод питания, оба провода подсоединения друг к другу и заизолированы изолентой Удлиняющий провод питания мы прокладываем под обшивкой автомобиля Автомобиля, предварительно сняв уплотнительную резинку багажника И выводим в нишу установки нашего блока парктроника Что у нас должно получиться на промежуточном этапе? Удлиняющий провод, питание соединен с плюсом от нашего блока парктроника Сейчас мы это место заизолируем Следующий этап установки парктроника это монтаж ультразвуковых парковочных датчиков В нашем случае их 4 штуки, вот они При установке датчиков парктроника необходимо учитывать Что минимальная высота установки от земли менее 45 сантиметров В нашем случае мы будем устанавливать датчики на высоте более 50 сантиметров Ввиду того, что у нас такой бампер Когда вы отмерили высоту установки датчиков Вам надо разместить датчики на бампере Можно сделать это с помощью обычной рулетки Но в комплектах Park City предусмотрительно положена разметочная линейка Для того, чтобы монтировать датчики Мы установили разметочную линейку, с помощью которой мы будем высверливать отверстия для датчиков На необходимом для нас расстоянии Следующий этап установки парковочного радара Это подготовка Для этого мы берем фрезу, которая идет в комплекте парковочного радара Шуруповерт Соединяем это между собой И высверливаем 4 отверстия С помощью на намеченных посадочных местах Приступаем к сверлению отверстий под датчики парковки В результате мы получаем 4 отверстия под датчики на нужных нам местах После сверления мы обрабатываем отверстия страдительным ножом Для того, чтобы парковочный датчик плотнее присел к бамперу Далее мы берем удлинитель датчика партроника И вставляем с обратной стороны бампера Высверленное отверстие ранее Вот что у нас получилось Дальше мы берем непосредственно сам датчик парковки И соединяем Присоединив датчик как можно плотнее Мы его вставляем в просторные нами отверстия Ту же самую процедуру мы выполняем со всеми остальными отверстиями Вот что у нас получилось после соединения и установки датчиков Далее мы вот эти провода должны проложить под бампером И вывести в вентиляционное отверстие имеющееся в каждом автомобиле Когда все провода собраны в одну косу Необходимо сделать отверстие в вентиляционной пробке Чтобы провода, которые идут к блоку партроника Можно было провести в салон автомобиля, в багажный отсек И при этом вернуть вентиляционную пробку на место Чтобы грязь не летела в салон Протянув датчики Прорезав отверстие в вентиляционной пробке И поставив ее на место Мы подключаем провода к блоку партроника Обратите внимание При подключении наклейка с буквой на проводе Должна соответствовать букве в посадочном месте на блоке Вот что в итоге у вас должно получиться Последним этапом является прокладка провода дисплея От торпеды автомобиля до блока партроника Для прокладки провода от дисплея В данном автомобиле мы поднимаем вот эту обшивку Прокладываем сюда вот этот провод Убираем его Ставим обшивку на место Далее мы поднимаем провод Убрав его за уплотнительную резинку наверх к торпеде И мы получаем размещение дисплея В левом краю нашей торпеды Некоторые устанавливают дисплей посередине Но мы делаем то, что максимально практично И наименее затратно по времени для установки партроника В комплекте у нас идет двухсторонний 3M скотч Кусочек под установку дисплея Вот такой формы полумесяца И кусочек под установку блока партроника Вот что должно получиться в итоге Сейчас мы 3M скотчем приклепим блок к кузову автомобиля Вот что должно получиться на заключительном этапе Поздравляю вас с установленным парковочным радаром Парк Сити Как вы только что смогли убедиться Установка парковочного радара Дело достаточно простое Не время затратное И не требующее специальных навыков и инструментов Соответственно парктроник можно поставить на свою машину самостоятельно Чего и вам желаем До новых встреч